Так вот, здравствуйте еще раз, друзья. Я написал небольшую статью, которая называется «Метафора шахмат. Проясняющая устройство философии и скептицизм в рамках этой игры». Так вот, о чем и данная статья. Если сравнить философию, понятую как историю мысли, описывающую все битвы разных школ с шахматами, то получится, что это не очень честная игра. Давайте попробуем раскрыть эту аналогию. Давайте попробуем ее раскрыть и представлять, как это происходит. Начнем с того, что общее для подавляющего числа школа – это наличие базовых убеждений, которые мы можем обозначить в качестве короля, ну или королей. То есть в данной шахматной партии философии король может быть не один, может быть несколько базовых убеждений. Да, постановка мата означает, конечно же, окончание игры. Только под матом понимается исчезновение того или иного базового положения. То есть пока враг держится за свои убеждения, даже если все его остальные фигуры разбиты, мат ему все еще не поставлен. Разного рода доводы, аргументы, аналогии и прочие вещи, выступающие в качестве защиты мировоззрения – это другие фигуры здесь, в данной аналогии. У каждого учения свои разновидности фигур. Ни у одного нет полного набора, потому что некоторые фигуры не могут подчиняться некоторым королям, условно. Да, короли фигуры друг другу противоречат в том или ином смысле, не обязательно в логическом. Получается, что в одной армии имеются ладьи, а в другой – слоны. Кроме того, видов фигур в философии в десятки раз больше, чем в шахматах. Вполне возможно, что их неограниченное количество. Некоторые фигуры работают по законам логики, а некоторые их нарушают. У каждого учения и даже игрока разное общее количество фигур. Это количество зависит от возраста учения, количества последователей и многих других, чаще всего, случайных факторов. Фигуры, в том числе, можно выдумывать в процессе самой игры, что случалось в истории философии не единожды. Ну, поскольку разрабатывалась эпистемология и многие другие аспекты. А сражения ведутся не один на один, что тоже важно в данной шахматной партии, да? Они происходят в абсолютно мировом хаосе, где каждый может напасть на каждого, а также разного рода армии могут объединиться друг с другом, чтобы растоптать более слабых соперников или бросить вызов более сильному. Да, обыкновенно поставить мат королю в этой игре довольно сложно, если у того или иного, в общем, учения есть многочисленные сторонники, которые готовы придумывать новые фигуры взамен проигравших. Кроме того, как было обозначено выше, мат это исчезновение короля, то есть отказ всех людей от того или иного базового убеждения. Следует также заметить, ну, из всего этого следует, что новое учение, новое учение, почти всегда выходит на поле боя с небольшим количеством фигур, а потому имеет наибольшую вероятность потерпеть мгновенное поражение. Допустим, молодой философ придумал потенциально рабочую концепцию, но представители более сильных школ сразу же решили раздавить его. Тогда молодой философ отказывается от своего учения. Если же не отказывается, но продолжает воевать и придумывать аргументы, то его все равно продолжают давить. И тогда уже многое зависит от того, сможет ли он распространить свое учение среди других. Если не сможет, то это будет мат, потому что с его смертью учение исчезнет. Вот. Вероятно, нечто подобное происходило в истории огромное количество раз. Шейппш пишет, может это дота, а не шахматы тогда. Можно и с дотой сравнивать. Но игра, понимаете, имеет такой вот характер именно тотальной массовости с одной стороны, а с другой стороны, представлять это формально довольно симпатично. То есть, понимаете, поле, бесконечное поле. Кроме того, важно понять, что поле бесконечно, да, более бесконечно философских интерпретаций и бесед. И, соответственно, много разных фигур на нем находится. Важно тут также заметить, особое место здесь занимает скептицизм, потому что он не может проиграть, ибо не имеет базовых убеждений. То есть, у него нет ни одного короля, но при этом он вполне может вести игру. То есть, скептицизм, он вполне допускает такой формат игры, в котором у нас нет, в общем, базовых убеждений, то есть, королей у нас нет. Мат поставить нельзя, никак нельзя. Но при этом скептицизм вполне может работать с помощью аргументов разных других школ, то есть, использовать все фигуры. Да, одиннадцатый пункт. Более того, скептикам доступны все разновидности фигур, которые только можно придумать. Потому что ни одна фигура ни в каком смысле не противоречит сомнению, ибо сомнение не является убеждением. Это делает потенциальную армию скептицизма не просто бесконечной, но и многообразной, что позволяет подбирать разные тактики против разных противников. Скептицизм при такой аналогии оказывается довольно читерским учением. Он абсолютно имбалансен, что приводит в бешенство многих игроков, для которых важно отстоять свои убеждения. И на самом деле не зря, ну, потому что действительно довольно странно. Для многих может показаться такой подход странным, да. Но вся проблема заключается в том, что это и есть вся суть скептицизма. Он создан для того, чтобы иметь максимальное преимущество в этой игре и не иметь никаких слабостей. Слаб может быть только какой-то конкретный скептик, но не сам скептицизм. По этой причине, кстати, да, многие игроки стараются поджать хвост, закрыть глаза на скептицизм, случайно или намеренно, но при этом вполне психологично. Потому что более уместной тактики против него не придумать. Не менее распространенная стратегия — это выдумывать искусственного короля в рамках скептицизма, чтобы эффективно разбивать его на глазах своих союзников. Ну, понятно, это софистика, это подмена понятий, это чучело, это нехорошо. Это, короче, нарушение, с одной стороны, некоторых правил, да, внутриигровых. Впрочем, отсутствие короля — это базовая характеристика скептицизма, которая его и определяет, да, и при этом скептицизм имеет полное право вступать в игру, потому что правил запрещающих это сделать, ну, просто в этой игре не существует. Вот. Вот такая вот статья, в которой я предлагаю на осмысление некую метафору. Некую метафору, с которой можно непосредственно работать. Метафора, на мой взгляд, довольно показательная. Она достаточно схематична, она достаточно интересна, и она ухватывает многие важные аспекты философии и философских споров. Кроме того, она показывает некоторые недостатки философии и философских школ. Вот. То есть, ну, например, да, у нас есть потенциально хорошее учение, хорошее потенциальное новое учение, которое могло бы встать на место христианства, науки, чего угодно, но, к сожалению, идет игровая партия. Многие учения уже накопили большие-большие армии, да, уже у них громадная армия из аргументов, доводов, из силовых каких-то методов даже, возможно. Огромное количество ресурсов, да, у одной армии. И тут появляется какая-то новая армия. И тут появляется новая армия. Тут появляется новая армия, которая не имеет такой большой у себя, в общем-то, силы. Что с ней случится, да, ее, скорее всего, разобьет, даже если она потенциально хорошая. Из этого следует напрямую, что чем раньше появилось учение, тем у него больше шансов на эффективную реализацию. Есть некоторые исключения, например, как это работает, например, с наукой, да. Наука некоторое время просто входила в армию христианства, условно. Вот у нас было христианство, были университеты, все верили в Бога, все было хорошо, замечательно. А наука, она как бы вот здесь вот рядом была и постепенно наращивала свою армию и потом откололась постепенно от христианского образования, от христианства самого по себе. И сейчас большинство ученых, ну ладно, не большинство ученых, но многие ученые поносят христианство, а большинство ученых-академиков, ну, скорее, не являются верующими, ну, по крайней мере, христианами. Вот. Вот такая история могла бы тоже произойти, такая вот стратегия отделения научной науки от христианской науки, тоже интересная. То есть, рассматривая философские споры через метафору шахмат, мы можем подходить к описанию многочисленных событий, что тоже, на самом деле, нас довольно-таки сильно может порадовать. Довольно неплохое описание, может быть, может быть, может быть, оно наравне даже с какими-нибудь парадигмами Куна там или Аллокатоса, да, только направлено не на саму науку, не на науку направлено, а направлено непосредственно на всю историю мысли философской. Неплохо, на самом деле, неплохо, неплохо. Интересная идейка, интересная идейка, с которой можно поработать. Вот. Я думаю, вот эту вот статью я заканчиваю представлять. Друзья, может, есть какие-то вопросы, какие-то материалы. Так. Даже отсутствие правил дают правило отсутствия. Ведь даже отсутствие правил дают правило отсутствия, что вы десете, трактир сдали, ладно. Ну что, друзья, если у вас есть какие-нибудь еще вопросы, пока мы снимаем хайлайт, есть возможность их задать. Ладно, вижу, вопросов у нас сегодня нет. Ладно, в таком случае я заканчиваю именно хайлайтовую часть. Спасибо за то, что прослушали. Вот так вот.